Всем здорова господа, смотрящий этот ролик, новый выпуск на канале. Мы уже вовсю работаем, точнее так, мы. Миша вовсю работает. Я еще только сейчас поеду на другой объект. Здесь вот Михаил выложил уже плитки за один рабочий день. Вот такой объем. Учитывая, так сказать, все обстоятельства, отличная работа. Я помню, мне в Майами мастера с большим стажем говорили, что хорошая скорость выкладывать 10 квадратных метров в день. 10 квадратных метров это 100 скверфит. А здесь, ну как минимум, 100 есть точно. Даже больше, по-моему. 210 скверфит, ты положишь? Ну, скорость в два раза выше нормы, по мнению некоторых. Так, ну, значит, здесь на сегодня тебе план работы же ясен, правильно? От меня ничего не надо, никаких вопросов ко мне нету, да? Все есть, все решено. Да, да, да. Мы вот здесь вот то, что мы мерили, ну, чтобы полоски получились, как положено, просчитались. Ну, не просчитались здесь, кухня встанет, подрезочка. Можно сказать, что рубрика работает. Вот она, подрезочка. Плинтус, как бы, не совсем перекроет такую толстину. Но здесь кухонные кабинеты стоят. А вот здесь вот маленький вот этот кусочек, ну, доложим подрезки. Плинтус закроет, закроет, нет, нет, не важно. Можно было бы, само собой, если начать отталкиваться от той стены, то можно было бы вот эту линию сдвинуть сюда чуть-чуть, потому что, ну, как я и говорил, это закроется все. И сюда вообще можно было бы не ложить эту плитку. Но мы ее кладем, потому что, потому мы за объем взяли, за квадратуру, мы ее полностью закрываем плиткой. Но тогда, конечно, и вот эта плитка бы уже не смотрелась бы такой цельной здесь, когда закроется здесь это место. То есть, если туда сдвинуть еще чуть-чуть, ну, короче, как есть, так есть. Что у нас самое главное, как вы все помните, чтобы клиент был доволен, а он доволен. Также здесь полы положены уже в ванной комнате. Так, заготовлен уже залит поддон полностью. Все зашиты стены. Гидроизоляцию осталось только нанести. И, в принципе, все. Это делал не Миша и не я. Это делал у нас еще другой парень, которого я сейчас взял на работу, на пробные работы, так сказать, плиточник из Санкт-Петербурга. Портфолио свое он показывал по фоткам. Делает свою работу неплохо, судя по фотографиям. Судя по тому, что я вижу здесь, допустим, на полу, мне очень нравится, как аккуратненько так же круг вырезан. Разметочку я вижу, он так делал. Все так в геометрии тоже все в порядке. Вот. Ну, вроде нормально. Тут объем маленький, судить о качестве рано. Вот когда он мне доделает душевую, а он может приступить только в четверг. А в четверг мы уезжаем на озеро, на Лейк Хавасу. Ну, в принципе, зарядить работой с утра я его все равно успею. Поэтому нормально. У нас на Лейк Хавасу мы едем на отдых на выходные. Там у нас заселение в дом с трех часов дня. Поэтому у нас время есть достаточно туда ехать часа два всего. Единственное, трап. Ну, да ладно, это все почистится. Все такое. Я видел, что он очень-очень долго этот вдавливал сюда цементборд. Этот переборщил чуть с клеем. И все, не как он ее слишком высоко сидел. Ну, не знаю. Можно проверить, конечно, уровень. Все ли соблюдено. Ну, надеюсь, что человек вроде как знает свое дело. Поэтому очень-очень люблю, когда люди работают. И за ними не надо переделывать или проверять. И даже не хочется этого делать до последнего. Поэтому вот даже вот вроде бы и надо сейчас взять уровень, взять проверить. Вот этот уровень проверить, про который я ему сказал. Уровень трапа проверить, что он стоит все правильно. Но я не буду. А, нет, буду, буду. Так, я тем временем уже у Кевина на объекте. Покажу вам, что я делаю. Я вот ставлю сюда на лестницу плинтуса вот таким вот образом. С использованием, значит, автомобильной шпаклевки. Для того, чтобы после того, как вот это все пошкурять, не было видно, вот как, например, как здесь, когда покрасите, не будет видно этого стыка. Вся эта пирамидка будет смотреться единым целым. И плюс из-за того, что здесь лестница круг, радиус есть, центр я нахожу там стаду и центр присверливаю шурупом. И на жидкие гвозди оно пригибается и смотрится он как плотно к стене. Красиво смотрится. За эту работу я уже взял тысячу долларов. Я сейчас ее сегодня только доделываю. Кое-где, где сильный радиус, я использую гибкий. Вот такой вот гибкий резиновый принтус. Специально для таких мест. А так вот на высоту ставлю, на которую попросили, чтобы потом они туда этот завели. И, как он, ковролин. Вот видите, оно здесь вот настолько не прижимается. Но сейчас я нашел вот здесь стадо раз, стадо два. Я просверлюсь и притяну ее шурупами к стене. Потом вот сюда вот такой вот треугольничек. Потом вот эти вот места. Все автомобильной шпаклевочкой шкуряем. И все гладенько, все ровненько. Так, день следующий. Сегодня мы на объекте здесь, где работает Миша уже вдвоем. Так, у нас по плану, значит, что по плану. Сейчас по плану. Давайте пройдемся. Здесь у нас Миша закончил полы полностью. Выложил самостоятельно вот такой вот объем. Вместе мы начали только вот эту вот начальную полосу и все. Сейчас на очереди у него камин. Будет делать камин из комбинации камня и вот этой плитки. Здесь, ну, подрезка у нас остается по умолчанию, понятно. А здесь меня поторапливают. Я вроде как бы, ну, хотел отдать эту работу и отдал вот этот вот поддон. Все это делал другой человек. И продолжить должен был он, по идее, в четверг. Но в четверг мы уезжаем на отдых. Вытяжка гудит, как бешеная. А как бы, ну, если работа встанет на это время, плюс меня здесь не будет уже ни четверть, ни пятницу. В общем, как-то не очень хорошо получается. И я сейчас, скорее всего, не скорее всего, я сейчас начну здесь делать класс плитку. Сколько выложу, столько выложу. Потом, может быть, Пуха тогда продолжает. Вот, но оставлять как бы на все эти выходные, которые мы себе устраиваем, эту ванную душевую я не могу. Не могу. Здесь у нас тоже плитка должна быть быть до конца, но мы не можем ее сюда до конца сейчас поставить, потому что еще нет кабинета. Непонятно, как его будем крепить. Там закладные надо мастерить. А здесь он столько этих труб, что вообще непонятно, куда закладные лепят. Будем что-то придумывать. Возможно, зашьем фанерой вместо гипсокартона как-то так, чтобы такое было прям пласт, на который можно крепиться. Посмотрим еще. Вот это надо зашить. Ну, на сегодня работа такая. У меня душевая, у Мишани камин. На вот эту стеночку. Кстати, вот он камин. Надо его сейчас вскрыть и примерить, как он вообще садится в это гнездо, что у него с обрамлением. То есть, посмотреть, что да как. А, еще две бирки тоже недоделанные остались, тоже надо заделать. Времечко ровно четыре. На сегодня заканчиваем, как-никак, выходной. Так, у Миши стена готова. Вот такое вот дизайнерское решение, так сказать. Воплотили мы в жизнь. Камин сюда пойдет. Вот он. Смотреться должно будет красиво. У него там меняется и цвет огня, и подсветка по периметру. Все на свете. Еще он и тепло выдает. То есть, это электрический камин. С помощью него можно и обогреваться. Жалко, что еще и холод не выдает. Вот это было бы классно. Синие пламя поставил, и холодок идет, а? Разработчики, это вам на заметку идея. Так, а здесь у нас вот тоже уже. Так, вот не спеша, потихонечку. Выложил немножечко этих стен. Все, Миша, бутерпрус, все сделано. Ну, в общем, в принципе, готово. Здесь у нас дрейн плиткой сыграл я так, что он прям вплотную получается. К стене никакого тут зазора, плитки никакой нету. То есть, красиво будет смотреться. Ну, в общем, здесь, как я и говорил, мы продолжать не можем пока. Все, завтра я выхожу на другой объект. Миша сюда выйдет. Затирать будет полностью граут. И площадь будет готова. Могут в понедельник приходить кухончики, ставить свои кабинеты, будут устанавливать. В общем, мы, в принципе, свои обязательства выполнили. Все готово. Миша домой вообще не хочет. Ему так понравилось здесь. Он тут в последнее время до 8 часов может работать. Не выгонишь. Человек удовольствием получает от работы. Искренне завидую. У нас следующий день. Сегодня на работу поеду позже. Занимаемся кое-какими подготовительными делами, так как мы завтра едем уже на отдых на Лайк Хавасу, озеро. Вот. Будем там 3 дня отдыхать на водичке. Сейчас едем в свой контейнер. И проблемка в том, что, похоже, когда я менял форт на форт, я оставил ключи в нем. И их уже там вроде нет. Мы же сделали клининг. И, в общем, короче, едем срезать замок. Вот так вот посеяли. А срезать замок, походу, только может менеджер. То есть я сам лично на своем контейнере срезать замок не могу. То есть это услуга платная. Сейчас вот едем доливариваться, чтобы нам срезали замок на нашем контейнере. Будем решить новый замок. Вот такие дела. Ну, слушайте, менеджер была настолько любезна, что мы вот у нее просто купили замок. И она нам дала даже, у меня нет с собой там болгарки, да, чтобы срезать, дала болгарку и говорит, если я это сделаю, это стоит 50 долларов. Если ты это сделаешь, то я с тебя ничего не возьму. Я говорю, ну, ху-ху-ху. Спасибо большое. Дал ей там, по-моему, я 8 баксов дал ей чайных. Ну, замок стоит 11, там, 90. И я дал двадцатку, сказал, сдачи не надо. Она довольная, я довольный. Все, срезаем замочек. Не очень-то и удобно не подлезть. Но будем пробовать. Ну, я же срезал? Нет. Срезал полностью, да. Как его теперь открыть? Интересно. Просто срезать мало, да? С другой стороны, что ли, теперь резать? А ты там не подлезешь. Ну, теперь я понимаю, за что она берет 50 долларов. Вообще, я просто не с той стороны его отрезал. Вот и все. Все. Открыли. С помощью. Молотка и там... И кувалды, да? Кувалдочки. И болгарочки. Да. Все, приехали. Все, приехали. Так, слушайте, у нас тем временем мы начинаем собираться. Завтра выезжаем на озеро. У нас птицы долбят персик опять. Просто как пощепят. Вот персик в этом году так много. Аж дерево, видите, как все наклонилось. Хоть и подпер я основные ветки, но все равно гроздьями персик. И они его, он еще такой несоспевший. Уже, правда, вкусный, но твердый. Они долбят, вон, еще и не боятся ничего. Сидит он, прыгает с ветки на ветку, смотрит на меня наглыми глазами. В этом году вообще всего много. Винограда так много, и птицы уже начали долбить, он внизу падает уже. Хотя тоже вообще зеленый. И он что-то как-то приболел, выглядит приболевшим виноград. Будем отдавать, нам сказали, снять листья и несколько виноградин. Видите, какой он, какой-то страшненький такой. Как в налете в каком-то. В общем, сказали снять эти листья, на анализ отдать. И они дадут какую-то опрыскивалку, которую подберут специально под проблему, так сказать. В общем, никогда с таким не сталкивались. Но вроде бы тут все продумано, предусмотрено. Так, с собой мы берем мангал. Я уже вот его почистил, упаковал его в мешок контракторский. И палочки мы не берем шашлычные. На мангале будем жарить. Но на вот этих решетках, я их сейчас, вот они еще горячие, я их прокалил, почистил. Берем с собой решетки, мангал. А, единственное, бусю не берем опять, да? Буси остается. Буська остается. Так, ну и Анюта там собирается. Сумки, вещи и так далее. Едем мы на три ночевки на озеро. Говорят, очень тусовочное место. Ну, наверное, такое, как типа Балл-Харбор во Флориде на минималках Майами. Сравним. Нам есть с чем сравнивать. Мы сравним. Так, ну что, у нас утро. Утро того дня, когда мы отчаливаем на отдых. Но на отдых отчаливают не все. Куда ты ударил? Я хлопнул слегка. Вот куда ты хлопнул? Что такое? Ну, кто мне с утра массажировал-то? Тихо, 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 тихо. Я же не ударил. Ну что ты прям. Сегодня Мишу вправляли с утра. Он уже травмированный у нас. На колчаковских ростах раненый. Остается на объекте сегодня за старшего. Тут доделывать кое-какие вещи. Не, не надо за старшего. Я свое доделаю. Вот ты над своим за старшего и остаешься. Что ты так? За своим. Вечно отнекиваешься. Вообще, вообще. Человек ответственность. Два этих антонима. Хотя ответственный. Но как только на словах, так сразу отнекиваешься. Нет, за себя ответственность. Да, за других нет. Вот и все. Вот и за свою работу ответственность за старшего. Так как тут вся твоя работа. Что такое? Ладно. А мы едем сейчас в магазин. Здесь уже у нас загружен мангал. Поставлен холодильник. Закиданы вещички кое-какие. О, это мне с тобой не надо. Это я тебе оставлю. Мне это не надо. Да? А потом вдруг надо. Да, да, да. Вдруг на озере колынчик подвернется, да? Все. Сейчас еду в Коско. Там уже, по идее, Саша, Анюта и Марина закупаются продуктами необходимыми. Мы загрузим это все ко мне. И потом мы с Анютой поедем забирать лодку. То есть нам надо заехать еще сначала за лодкой. И только потом мы двигаемся на озеро. Ребята едут сразу туда. И там уже будет процедура заселения. И все такое. Покажу. Покажу, чего да как. Что почем. Что за местечко. Погнали? Вот они, вот они. Коско, оказывается, работает с десяти. Они все это время торчали здесь в очереди. Видите, как люди заходят в очереди. И мы заходим. Как-то я ничего не пропустил. Что первое кладется в корзинку? Какие покупки на отдых делаются? Винишко. Конечно же, винишко. Алкоголики все спорят. А одной коробочки же мало, да, на отдыхе? Надо две коробочки вина здесь. Красная и белая. Что, на сколько там у нас вышло? А я даже чек не посмотрела. Интересно. Я тоже сумму не знаю. Но вышло у нас вот. Две телеги в итоге получилось. Тут еды у нас. Едем шесть человек всего на три дня. Минимум килограмм по пять все наберем. Так, дожди, я чек сюда запихала. Ну-ка, ну-ка, сколько там вышло у нас? Сейчас я тебе скажу, скажу, скажу. 491 доллар. 490 баксов. И что-то еще брали вчера, да? Что-то Влад покупал. Да. А, нет, минус шестьдесят за капельку, Сальс. А, все, вот. Сейчас позвонит как раз все. Едем? Да. Едем. Приближаемся. Интернета нет, музыки нет. Впереди вода. Но это Temple Bar Marina. Это Lake Mead. Мы едем за катером. Сейчас я зацеплю катер и уже поеду на Lake Havasu. Сколько ехать, не знаю. Сейчас там будет интернет, Wi-Fi на Марине. И пробьем уже локацию, посмотрим, сколько нам ехать. Сейчас поедем лодочку цеплять. Надо еще зайти в офис, взять ключ от парковки. Она закрыта на замок. Ну и так далее, в общем. Хотя, конечно, можно лодочку и здесь на воду спустить. Да? Да. Вдвоем потусим с тобой, да? Да. Не, не, не. Сашки в лодку дают. Не, не, не. Цепляем и едем на Lake Havasu. Говорят, там весело. Ну что ж, сейчас начинается уже настоящий отдых. Все. Горячая? Горячая, офигеть. Все, приплыли? Детское счастье черной крошкой. Не люблю. Пойжу. Черная крошка.